Ом намоо бхагавате ва судэвая Ом намоо бхагавате ва судэвая Ом намоо бхагавате ва судэвая Шримад бхагаватам 1.13.41 Нарда увача, бхаканча нашучураджан Я ишваравашам джагат, луках сапала Ясьяме, вахантибалям ишитух Сасам юнакти бутани, са эва в юнак Са эва в юнакти ча Перевод Шри Нарда сказал, о добродетельный царь Не скорби ни о ком, ибо все находятся во власти Верховного Господа Поэтому быть под надежной защитой Поэтому, чтобы быть под надежной защитой Все живые существа, их вожди, поклоняются Господу Только Он сводит их вместе и разлучает их Комментарий Каждое живое существо в этом и в этом и в духовном мире Находится во власти Верховного Господа, личности Бога Начиная с Брамаджи, главы Вселенной и кончая крошечным муравьем Все повинуются велению Верховного Господа Таким образом, естественное состояние живого существа Повиновение власти Господа Глупое живое существо, особенно человек Особенно человек Без видимой причины восстает против закона Всевышнего Поэтому его порицают, называя словом Асура Что значит нарушитель закона По указанию Господа живое существо оказывается в определенном положении А затем отправляется дальше И опять же по велению Верховного Господа Или его уполномоченных представителей Прама, Шива, Индра, Чандра, Махараджи и Тхиштхира А в современной истории Наполеон, Акбар, Александр, Ганди, Шубхаш и Неру Все являются слугами Господа И занимают или меняют свое положение Согласно высшей воле Господа Никто из них не может сказать, что он независим Хотя такие люди, лидеры общества и восстают Не желая признавать Верховную власть Господа Они попадают во власть еще более суровых законов материального мира И испытывают различные страдания Поэтому только глупец заявляет, что Бога нет Эту очевидную истину пришлось доказывать Махараджи и Тхиштхире Потому что он был слишком потрясен внезапным уходом своих престарелых дядей и тетки Махараджи Дритараштра попал в такое положение из-за своих прошлых поступков Он уже испытал страдания и насладился благами, выпавшими на его долю в прошлом Но, к счастью, у него был хороший младший брат Видура И благодаря его наставлениям он ушел, чтобы обрести спасение Оплатив все счета этого материального мира Ома гена тимиранда сия генанджана шалакая чакшур умилитам ена тасма и шри гураве намага Шри чайтаня манагпиштам стапитам ена буталей сварупа кадама ям додати свапа дантикам Итак, в этом тексте Шрила Прупада подчеркивает необходимость повиноваться власти Верховного Господа Это повиновение власти Верховного Господа происходит в случае, если живое существо осознает величие Господа И об этом Бхагавадгита, об этом 10 глава И в тексте 10.8 Бхагавадгиты мы обнаруживаем, что Кришна говорит про себя, что он самый великий Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем То есть тема сегодняшнего текста и вот этого текста заключается в том, что когда осознал величие Господина, тогда возникает энтузиазм служить ему И это 10 глава Бхагавадгиты описывает этот взаимообмен Как живое существо передается Верховному Господу, так оно ему и отвечает И здесь описывается в 10 главе Бхагавадгиты, как это происходит, происходит поклонение на основе знания То есть это подлинный духовный путь, подлинный религиозный путь Религия означает законы Бога, но здесь не требуется слепое исследование Хотя вообще-то говорится в то же время, что путь Бхагавадгиты настолько могущественный и простой, что по нему можно бежать по этому пути даже с закрытыми глазами И все будет хорошо Но все-таки лучше, конечно, осознавать, куда бежишь Вот, и вот это вот знание, знание, оно позволяет человеку понимать, куда он бежит И когда живое существо понимает, что оно бежит в направлении своего счастья, так, то тогда энтузиазма, конечно, побольше бежать, чем когда этого понимания нет Мудрецы постигают эту истину, ахам сарваси прабхаво, матах сарвам правартате, что все исходит из Кришны, что он источник всех духовных миров И это вдохновляет Для этого существует Кришна-кадха, для того, чтобы, значит, вот, преисполниться, преисполниться этого вдохновения Вдохновение действовать в соответствии с этим знанием, что Кришна источник всего сущего в материальном мире, в духовном мире И вот до конца осознав это, преданный служит Господу, и никакие глупцы, пишет в комментарии к этому тексту Шрива Парупада Никакие глупцы и их толкование священных писаний не заставят его сойти с этого пути То, что здесь написано, соответствует уровню, как минимум, Мадья Мадхикари У начинающего преданного Уканишна-кадхикари очень податливая вера, поэтому люди, представляющие ему ложные толкования священных писаний Могут заставить его сойти с духовного пути Ута Мадхикари знает священное писание в совершенстве, поэтому он способен всех в диспутах победить А вот Мадья Мадхикари может и не знать всего, но все равно никакие ложные толкования священных писаний не заставят его сойти с этого пути Все равно он скажет, Кришна – верховная личность Бога Пусть даже внешне, логически, на уровне доводов меня победили, так сказать Я не смог найти никаких доводов в защиту сознания Кришны Все равно Ахам Сарваси Прабхаву Матах Сарвам Правартаты Все равно Кришна – Бог Все равно я остаюсь при своем мнении Это позиция Мадья Мадхикари, того, кто, может быть, не может обосновать это на уровне шастер, потому что не знает их в совершенстве Но у него есть достаточный личный духовный опыт, чтобы отвергнуть то, что противоречит этому опыту И когда человек получает духовный опыт, то это в Бхагаватам сравнивается с принятием пищи Когда человек принимает пищу, получаются три благоприятных, очень приятных эффекта от этого И точно так же, когда человек идет по духовному пути, тоже есть три благоприятных последствия у этого Когда человек ест пищу, первое, в его теле появляются силы, он может начать что-то делать Второе – уходит чувство голода И третье – улучшается настроение Потому что пища наша все-таки не просто для того, чтобы тело функционировало Она еще дает и тонкому материальному телу определенную подпитку И поэтому, если она вкусная, а не просто содержит в себе все необходимое для жизнедеятельности Если она вкусная еще к тому же, то она улучшает настроение Точно так же, когда живое существо соприкасается с сознанием Кришны У него появляется у живого существа сила духовная Действовать именно в русле духовных наставлений У него проходит это чувство духовного голода или духовной ненаполненности И живое существо испытывает счастье И вот когда оно все это испытывает, все эти три вещи То, собственно, к нему могут прийти любые «мудрецы» со своими ложными толкованиями И разложить перед ним какую угодно логику Но ему все это не будет интересно Дальше в комментарии к этому тексту В комментарии к этому тексту Шрива Парупада пишет Тот, кто обладает сознанием Кришны, не должен То есть это долг преданного даже Он не должен позволять глупцам и невеждам сбивать себя с толку Не должен Избегая неавторитетных комментариев Изданий Бхагавадгита Он должен неуклонно идти По пути сознания Кришны То есть это его Ответственность за свою духовную жизнь Обрел сознание Кришны Береги его Вот А дальше в этой десятой Главе Бхагавадгиты Описывается как мудрец То есть тот, кто Тот, кто Сколько-то прошел по духовному пути Как происходит этот взаимообмен Вдохновением между живыми существами Седьмой текст Тот, кто действительно постиг мое величие Мистическое могущество Посвящает всего себя чистому преданному служению В этом нет никаких сомнений И тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью Я наделяю разумом, который помогает им Прийти ко мне и рассеиваю царящую там в их сердцах Тьму неведения Света, чем знания То есть он отвечает взаимностью Верховный Господь Живое существо получает Некое первоначальное знание О величии Господа Это становится стимулом для служения Господь, удовлетворенный этим служением Добавляет разума Который позволяет преданному Усовершенствовать это преданное служение Преданное служение Описывается вот в этом тексте Бхагаватгиты 10.9 Матчитам адгатапрана Бодхаянтах парас парам Катхаянашчан мам нитьям Тушянтича романтича И опять же Точно так же Как Вкушая пищу Живое существо Испытывает удовлетворение Точно так же И занимаясь преданным служением Такой преданной Тушянтича романтича Это означает Он Испытывает удовлетворение А так же Блаженство И удовлетворение И блаженство И Это текст 10.9 Он о том Что Такие люди Которые Хотя бы Немножечко Поняли Величие Господа Они становятся Погруженными В процесс Преданного служения То есть Они О Господе И думают И жизнь свою Ему посвящают И беседуют О Кришне И делятся знанием И все это Их очень сильно Радует И Есть Похожий Текст Тоже в Бхагавадгите Который Начинается Со строки Сататам Киртаян Тумам И Содержание Смысл Этого Текста Похожий Он тоже Про преданных Которые Тоже Постоянно Заняты Преданным Служением Сататам Всегда Вот Сататам Киртаян Тумам Всегда Прославляют Меня Мою Славу И в комментарии Шрила Прупада К тому тексту Из девятой Главы Это Из девятой Главы Текст Он То есть Это два Похожих Текста Он Объясняет Кто такой Махатма Он Опровергает Вот эту Идею Что якобы Махатмой Можно кого-то Назначить Дав ему Титул Как Например Мохандас Ганди Получил Этот титул Став Махатмой Ганди Вот Где этот текст Вот он Этот текст 9.14 Они похожи Вот этот текст 9.14 Похож на Текст 10.9 По содержанию Эти тексты Описывают Образ жизни Преданных Они думают О нем Всегда Обсуждают Кришну Между собой И Текст 9.14 Неустанно Прославляют Его Служат С великой Решимостью Падают Ниц Перед Кришной Такие Великие Души Всегда Поклоняются Кришне С любовью И преданностью Невозможно Сделать Человека Махатмой Просто Повесив На него Ярлык Пишет В комментарии Шрила Парупада Махатма Это качество Махатма Это качество А также Браман Качество Кшатри Это качество Вальшия Это качество Шудра Это качество Преданное Качество Непреданное Тоже качество Везде То есть Основной Критерий Это Качество Вот Калиюга Характеризуется Тем Что Люди Склонны Бывают Ну Ничего Не меняя Внутренне Ну Давать Друг Другу Разные Титулы Разные Титулы Разное Обозначение Вот В двенадцатой Песни Багава Там Описывается Как будет Прогрессировать Развиваться Калиюга И там Будет Написано Что Человека В будущем Ну В принципе Это тенденция И сейчас Заметно Человека В будущем Будут считать Достойным Хорошим Если он Если у него Много денег Все То есть Речь не идет О качествах Если у него Будет много денег Пожалуйста Человека Будут считать Браманом Если он Просто Купит Себе Этот шнур Браманический На базаре Повесит На себя Шнур За две Копейки То есть Человека Будут считать Красивым Если у него Просто будут Длинные Волосы И так далее Двенадцатая Песня Багава Там Соответствующая Глава Развития Калиюги То есть Сознание Мельчает Сознание Становится Более Поверхностным Священное Писание Учат Нас Тому Чтобы Смотреть Вглубь Смотреть В суть Явлений Вот А явления Они В качествах Проявляются Сахар Сладкий Это его Дарма То есть Его Неотъемлемое Качество Соль Соленая Вода Жидкая И так далее А живое Существо Служит Кришне Как Неотъемлемая Частица Это его Естественное Свойство Если Сахар Вдруг Перестал Быть Сладким Значит Видимо Это не Совсем Уже И Сахар Если Человек Внешне Носящий Вайшнав Атрибутику Перестал Практиковать Сознание Кришны То Ну Одной Атрибутики Будет Недостаточно Чтобы Продолжать Считать Или Называть Его Человеком Исхари Кришна Вот Находится Человек В сознании Кришны Или Не Находится Человек В сознании Кришны Это определяется Тем Какие Человек Проявляет Качество А не тем Находится Ли он В Среде Преданных Поэтому Это не одно и то же Быть в сознании Кришны И быть с преданными Это не одно и то же Это не одно и то же Быть с преданными И быть в сознании Кришны Поэтому У нас есть В Искон Такая определенная Категория Людей Которые Может Быть Не особо Проявляют Качество И не особо Стремятся Их развивать Но у них Есть Качество Доброжелательности К Искон Принятие Им Все Интересно Мы Соответственно Им Благодарны Очень Это тоже Хорошо Это называется Друзья Кришны Люди Которые Вместе С преданными Но При этом Нет Достаточной Решимости Идти по Духовному Пути И конечно Очень важно Различать Эти две Категории То есть Если перед нами Так называемый Друг Кришны То Не надо На него Набрасываться И спрашивать Когда же Ты получишь Посвящение Духовное Когда же Ты выберешь Гуру Когда кто Когда это Ну вообще В принципе Не надо ни на кого Нападать С такими Вопросами Вот То есть Это искусство Отношений Между преданными Понимать Кто На каком Уровне И от кого Чего Ждать Грантарат Шримадбхагаватам Киджай Шрилу Парупады Киджай Нитай Говора Примананда Харихариво Хария Кришна Харирама Хария Кришна